В Ереване ранены десятки участников столкновений с полицией. Более сотни человек доставлены в участки. Все они пытались пройти к зданию полиции, которое было захвачено более 10 дней назад. В результате столкновений с полицией сотрудники порядка применили спецсредства. Подробнее расскажет Александр Билибов. Это первый кордон оцепления около захваченного здания полиции. И сейчас здесь все спокойно. Проверяют все въезжающие машины. Обычные стандартные наряды постовых, конечно, не сравнить с тем, что было здесь вчера вечером и сегодня ночью, когда здесь стояли сотни бойцов спецподразделений в полной амуниции, с щитами, в касках и с дубинками. Но вот если говорить о сегодняшней ночи и вчерашнем вечере, то в Ереване он прошел, конечно, неспокойно. Вчера вечером суда тянулись около нескольких сотен протестующих. Они попытались прорвать полицейское оцепление, полицейский кордон и прорваться к вооруженной группе, которая уже как 13-й день держит оборону в захваченном здании полиции. В полицейских летели камни и оскорбления, но полиция не стала это терпеть, ответила светошумовыми гранатами и задержаниями. Всего в ходе вчерашних вечерних беспорядков было задержано несколько десятков человек. Они доставлены в отделы полиции. К сожалению, не обошлось без раненых. Ранение получили, по последним данным, около 60 человек. В числе раненых есть и журналисты. Надо отметить, что ситуация сейчас к утру стабилизировалась. Еще два дня назад полицейские выдвинули вооруженным людям последний ультиматум. Они сделали им последнее предложение добровольно сложить оружие и сдаться властям. Но никакого ответа пока от захватчиков, во всяком случае, официального, не поступало. Известно, что по-прежнему в заложниках у вооруженных людей остается три человека. Это двое врачей и одна медсестра, которые еще 27 июля прибыли на территорию захваченного полка полиции, чтобы оказать помощь раненым. На данный момент известно, что эти люди по-прежнему остаются в заложниках у боевиков. Но, во всяком случае, идти сейчас полиция на штурм не решается, ведь жертвы сейчас никому не нужны. И продолжаются такие переговоры с захватчиками. Александр Белимов, Алексей Табунков и Евгений Степаненко. Вести, Ереван, Армения.